Дороги ремонтировать пока не будут. В чем причина и когда начнутся работы? Новая площадка. Как изменится площадь независимости? Новая площадка. Также своевременно проходить техническое обслуживание. 15 сентября 2024 года в 15 часов 51 минуты на пульс 101 поступило сообщение о том, что по трассе направления Алматы Екатеринбук в сторону Алматы от Балхаша 15 километров горит машина. По прибытию на место вызова дежурного корула установлено, что происходило горение сгоряемых частей полуприцепа и 8 автопокрышек на площади 30 квадратных метров. На месте находился хозяин, жертвы пострадавших нет. Второй пожар произошел в тот же день, но уже на даче. Предварительно в 8 часов вечера спасателям поступило сообщение о том, что по адресу садоводческое общество с женой Бастау горит дача. По прибытию на место вызова дежурного корула установлено горение на площади 20 квадратных метров домашних вещей и деревянной конструкции отдельно стоящей хозяйственной постройки во дворе дачи. Еще одно ЧП произошло в одной из дач поселка Техснаб. Инцидент случился 16 сентября в 2 часа ночи. Горели деревянные дверные и оконные блоки, деревянный потолок и деревянная конструкция бани, пристроенная к одноэтажному жилому дому. До приезда пожарной службы обрушилась крыша бани. Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаш предупреждает, напоминая жителям города, о соблюдении следующих правил пожарной безопасности. Не курите в постели, не включайте одновременно несколько электроприборов большой мощности, не эксплуатируйте электропровода с поврежденной изоляцией, не допускайте игр детей с огнем и не оставляйте детей без присмотра. Не оставляйте без присмотра готовящиеся на плите пищу, а также уходя из дома отключайте электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением или не предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации заводов и изготовителей. В случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций звоните по номерам 101-112. Во всех случаях жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются. В этом году городские дороги ремонтировать не будут. Причина в капитальном ремонте трубопроводов. Работы по укладке нового асфальта отложены на следующий год. Исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Балхаш отметил, что в следующем году будет построена новая дорога и отремонтированы дороги на нескольких улицах города. Определён один подрядчик. Это подрядчик города Тео Тастемир. В этом году уже проложена рыночная дорога. Планируется на улице Щербакова. Завершаются работы по улице Победоносцево. Завершаются работы по замене водопровода. По завершении этой недели подрядчик приступит к строительству дороги. На улице Победоносцево будет положен асфальт. Построены остановки. Выделят пешеходный переход. Установят освещение. В этом году КГУ жилищно-коммунальное хозяйство города Балхаш провели конкурс. По его результатам подрядчиком стало ТО Тастемир. Была уложена дорога возле центрального рынка. На улице Щербакова планируется укладка нового асфальта. По словам специалистов, в настоящее время работы по замене водопровода на улице Победоносцево близятся к завершению. По окончании ремонтных работ будет уложен новый асфальт, установлены фонари и новая остановка. 16 сентября в городе прошел День памяти Долобая Оспановича Ешпанова. Человека, который внес значительный вклад в развитие горно-металлургической промышленности Казахстана. Ровно 20 лет назад, в 2004 году, он ушел из жизни. Памятное мероприятие состоялось у мемориальной доски, установленной в его честь. Стоит отметить, что 24 ноября, в день, когда металлурги выдали первую балхашскую черновую медь, произошло историческое событие для города. В доме на улице Агабай-Батыра, где жил Долобай Оспанович Ешпанов, известный производственник и директор БГМК с 1980 по 1986 годы, была установлена мемориальная доска в его честь. В мероприятии приняли участие ветераны, которые работали с Долобаем Ешпановым, представители городских организаций и предприятий, работники ТО «Казахмыс Мелтинг», родные и близкие. Большое спасибо, что сегодня собрались здесь, почтить память нашего деда. Для нас балхаши, балхашские комбинаты БМЗ, для нас это не просто слова, это не просто точка на карте, это город, с которым связано наше детство. Я сам в детстве жил в этом доме, тогда это была улица Матросова, в пятом подъезде жили здесь. Батя тогда, мы деда звали, батя работал здесь на комбинате. Я помню, как и Ванюков приезжал, я помню где-то 1985-1986 год, когда уже печь Ванюкова опустили, Димаша Ахмедович Кунаев приезжал тогда на открытие. Я маленький был, но помню, фотографии есть. Ну и хочу сказать, что действительно, на тот момент это был прорыв инновационный. Такого процесса нигде не было ни в Австралии, ни в Канаде, ни в Чили, в каких-то металлургических странах не было. Долобай Ешпанов всю свою жизнь посвятил развитию производства. Он прошел все ступени профессионального роста. От участкового Марк Шейдера, Жасказганского медиплавильного завода, до первого руководителя крупных комбинатов. Он сглавлял Акчетауский горно-обогатительный комбинат, был главным инженером Жасказганского горно-обогатительного комбината. Когда Долобек Оспанович был директором, нам было по 30 лет. Мы работали в МПЦ, в пожарной печи, и всегда видели его рядом. Он был очень добрым человеком, часто посещал цех и разговаривал с сотрудниками. Долобек Оспанович внес значительный вклад в работу, потому что при производстве новой печи сам принял решение и в короткий срок осуществил его. Поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить его память. Прошло 20 лет с тех пор, как его не стало. Со вступительным словом выступил генеральный директор ТО Казахмыс Смелтик Женибек Байгабелов. Я рад приветствовать всех на этом мероприятии. Для нас оно важно, для металлургов Балхаша, для жителей Балхаша. Действительно, Долобай Оспанович внес большую лепту, при нем была запущена печь Ванюкова. Мы впервые во всем мире запустили новую технологию, которая до сих пор работает успешно и принесла большие плоды для экономики Казахстана в целом. Вот такие примеры доблестного, самоотверженного труда должны быть среди молодежи. В Политехническом колледже города Балхаш корпорация «Казахмыс» учредила новую стипендию для студентов. Она будет носить имя Долобая Ешпанова. Памятное мероприятие взяло свое продолжение в Политехническом колледже, где ветераны, друзья и близкие Долобая Ешпанова делились своими воспоминаниями. На площади независимости продолжаются ремонтные работы. Они были приостановлены по причине расторгнутого договора с подрядчиками. Отдел ЖКХ выиграл два заседания суда. Если третье судебное заседание будет решено в пользу госучреждения, ответственные подрядчики вернут 175 миллионов тенге. В настоящее время по результатам конкурса за ремонт площади независимости отвечает подрядная организация «Янбек». В настоящее время с РГП «Янбек» заключен договор. Ведутся работы по получению брусчатки и строительству некоторых элементов. Планируем установить фонтан, перголы. Предстоит много работы. Работа идет по смете. Срок окончания установлен на 25 октября. На сегодняшний день на площади укладывают брусчатку. Стены будут побелены. Ведутся работы по реконструкции фонтана. Установлены беседки с верхушками в виде шлема Агбая-Батыра, инкрустированного орнаментом. Появятся перголы – навесы, защищающие от солнца. Качели на детской площадке будут обновлены. Построят амфитеатр на 50 мест.